Сегодня в ремонте велосипед Шульц детский какой-то Бубль Рейс, наверное он так правильно называется. Простейший переключатель Шимана, звездочка на 6 скоростей, на 7 скоростей даже, представляете? И впереди одна звезда с защитой двойной, то есть самая оптимальная для ребенка. Чтобы впереди была одна звездочка, чтобы цепь не спадала, чтобы штаны не попали сюда вот на звезду, не зацепились, поэтому защита с двух сторон. И сзади переключатель, то есть ребенок учится переключать. Такие вот монетки на руле, стильные грипсы, подсвет сиденья, в общем нормальный, интересный его спец, с такими прикольными крыльями. Здесь вообще все хорошо, кроме вот этого тормоза. Какая-то очень слабая пружина, хотя металлические основания с этой стороны ходят, половинка V-brake, а с этой стороны не ходят. Смотрите какой интересный наконечник, гибкий. То есть не поскупились, поставили достаточно дорогой даже вот эту дужку, кромысло. Все отлично, все как бы крутится, все втулки работают, все замечательно, кроме тормоза. Такая вот у нас сегодня работа по настройке тормозов, чистки, смазки, регулировки вот этой пружинки. Проблема в том, что тормоз не работает. То, что сам пивот, или как он правильно называется, вот та часть, которая вкручивается в раму, она не выступает выше вот этой латунной штучки. И когда мы закручиваем винт, который прижимает V-brake, шляпка винта, шайба, прижимается к латунной штучке. Сначала я подумал, что может быть, здесь вот заусенцы мешают правильно сесть. Сточил их надфилем. Но, похоже, здесь внутри что-то мешает. Или вот эта латунная часть выше. Сейчас я напильником подточу. То есть V-brake должен садиться ниже, чем вот это основание. Чтобы шляпка винта не давила на V-brake. Чтобы здесь был чуть-чуть, буквально там полмиллиметра люфтика. Тогда все будет работать хорошо. Продолжение следует...